Добрый вечер! В студии первого Денуруснак с обзором основных событий. Вначале коротко о главных темах выпуска. Забота на словах и забота на деле. В прошлом году 700 леев было предложено пенсионерам не голосовать. 900 леев было предложено пенсионерам не голосовать. Законопроект ПСРМ о выделении компенсации на электричество всем домохозяйствам страны одобрен в первом чтении. Фракция ПДС выступила против. Мы стараемся подходить именно комплексно для того, чтобы житель, выходя во двор, мог действительно чувствовать себя комфортно и уютно. Мэрия Кишинева продолжает благоустройство дворов многоэтажек. В первой очереди те, где десятилетиями не проводилось никаких работ. Пора сажать. На рынках появилась рассада десятков сортов помидоров и огурцов. О ценах в нашем выпуске через несколько минут. Всем гражданам Молдовы помогут оплатить электроэнергию в период чрезвычайного положения. На счет каждого потребителя двумя частями поступит 428 леев. Парламент утвердил предложенный фракцией ПСРМ законопроект в первом чтении. Депутаты ПДС раскритиковали инициативу и голосовать за нее не стали. Депутаты от ПСРМ предложили помочь с оплатой электроэнергии абсолютно всем гражданам. Согласно проекту, деньги из госбюджета перечислят поставщику электроэнергии и затем поставщик учтет их при расчете счетов потребителей. Согласно первоначальному тексту законопроекта, первая часть денег, 214 леев, должна прийти до 25 мая. Второй транш – до 25 июня. Согласно первоначальному тексту законопроекту объяснили, если бы помощь предназначалась только для социально уязвимых семей, тогда им пришлось бы опять собирать документы, которые подтверждают сложное финансовое положение. Депутаты ПДС проект не поддержали. Социалисты обвинили их в том, что пока они пытаются помогать гражданам только словами, без никаких действий. В прошлом году, 700 леев было предложено пенсионерам, не голосовали. 900 леев было предложено пенсионерам, не голосовали. Вот ваша суть, сущность. И этим дискурсом надо дать или врезать по этой наглой рожей, которая выходит и говорит, что он солидарен с народом. А солидарен вы на самом деле с дедушкой, с дедушкой Соросом. Популизм это то, чтобы помочь в кампании электроличной, и я говорю, что господин Майя Сандо, чтобы дать пенсии от 2000 лея, чтобы помочь заработки, чтобы помочь счастье, и в курсе за один год, чтобы не выйти с половиной лет, чтобы не выйти с никакой инитивой в парламент. Никакой инитивой. Всего проект охватит 1 миллион 200 тысяч квартир и домов. Из государственного бюджета для оплаты электричества необходимо 532 миллиона леев. Ранее глава ПСРМ Игорь Дадон уточнил, средства можно выкроить из экономии расходов нескольких госучреждений. Законопроект был принят в первом чтении. Теперь по нему продолжат обсуждение и внесение поправок. И представят парламенту для окончательного утверждения. А вот прохожие, в отличие от депутатов партии, которую возглавляла Майя Санду, популизмом законопроект социалистов не считают. Последний год для многих выдался нелегким. Во многих семьях каждая копейка на счету. И в городах, и в селах немало тех, для кого эти 400 с лишним леев немалые деньги. Конечно, хорошая помощь нам, пенсионерам особенно. Вы сколько платите за месяц за электричество? И 500, и 600, вся техника есть. Конечно, существенная помощь. Деньги ПСРМ предлагает найти, сократив расходы госучреждений той же президентуры и правительства парламента. Эксперты уверены, это правильное решение. Власти многих стран именно так и поступили, чтобы поддержать население. Это нормально, потому что я смотрел на опыт других стран именно по действиям в таких случаях с локдауном, когда выставляются такие ограничения, в том числе и по возможности работать, и передвигаться, и так далее. И большинство наших граждан об этом, наверное, слышали. В той же Америке платили прямыми суммами, прямыми компенсациями. Платят по сей день. Отлично. Вчера разговаривался Америка. Конечно, мы не Америка. Мы не Германия, уточним, потому что в Европе мы. Да, но хотя бы что-нибудь, хотя бы. Это тоже хорошо. По статистике, средний счет за электроэнергию, выставленный домохозяйством в феврале и марте этого года, составлял 214 леев. Майя Санду пытается узурпировать власть в государстве с помощью вчерашнего решения Конституционного суда о возможности распуска парламента. Лидер ПСРМ Игорь Дадон заявил, что депутаты-социалисты потребуют отставки председателя КС Домники Маноли и двух других судей Любышева и Николая Рожки, которые, по мнению фракции ПСРМ, играют в политические игры президента. В связи с этим законодатели предложат проект решения по утверждению декларации об узурплации власти в государстве. ПСРМ утверждает, что трое судей нарушили присягу перед парламентом, поэтому они намерены потребовать их отставки. Решение было принято во время заседания парламентской фракции, на котором также присутствовал лидер социалистов Игорь Дадон. Игорь Дадон считает, что Майя Сандо идет по стопам беглого олигарха Владимира Плохотнюка. Лидер ПСРМ еще раз подчеркнул, что социалисты не боятся досрочных выборов, но они должны пройти в условиях максимальной безопасности. А это возможно не раньше осени. Игорь Дадон также отметил, что партия продолжит прилагать все усилия для реализации социальных проектов, таких как повышение заработной платы в госсекторе, в том числе и медработникам, индексация пенсий дважды в год, оказание помощи пенсионерам, покрытие государством затрат на электроэнергию, понесенных бытовыми потребителями во время чрезвычайного положения. ПСРМ также намерена продолжить такие важные госпрограммы, как «Хорошие дороги», «Доктор для тебя», а также инфраструктурные проекты по водоснабжению, канализации и уличному освещению. Зерновой кризис создали искусственно по заказу членов партии «Действия и солидарности» и главы государства Майи Санду. А слухи распространяют из экономических интересов. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Дадон. Его слова нашли подтверждение в сообщении аппарата президента о встрече Майи Санду с представителями агропродовольственного и зоотехнического секторов. По словам Игоря Дадона, через месяц цены на экспорт зерна значительно упадут. Поэтому властям настоятельно рекомендуется позволить фермерам продавать оставшиеся запасы по доступной цене. Игорь Дадон, председатель Майи Санду. Неделю назад портал «Политикс МД» писал, что скандал вокруг госрезерва пшеницы спровоцировал депутат партии «Действия и солидарность» Владимир Боля, который якобы хотел, чтобы 20 тысяч тонн по более низкой цене попали в руки определенных компаний из сферы животноводства. Правда, парламентарий отверг обвинение и заявил, что его цель – защита интересов всех фермеров. В то же время интересы животноводческого сектора в приобретении государственной пшеницы по ценам ниже рыночных продвигает и президент Майя Санду. Глава государства провела онлайн-дискуссию с представителями ассоциаций из агропродовольственного сектора. По итогам был распространен пресс-релиз, в котором сказано, что фермеры животноводческого и хлебопекарного секторов отметили важность обеспечения их сырьем. И одним из предложенных решений является высвобождение пшеницы из государственного резерва в качестве займа, чтобы помочь данным секторам преодолеть кризис. Решение, предложенное животноводческим сектором и принятое Майя Санду, было одобрено сразу после того, как президент страны потребовала ввести мораторий на экспорт пшеницы. Санду утверждала, что запрет был необходим для предотвращения продовольственного кризиса. Напомним, в среду правительство приняло решение обновить из госрезерва около 21 тысячи тонн продовольственной пшеницы – урожая 2017 года, с целью пополнения запасов. Зерновые смогут закупать только местные предприятия, в основном работающие в хлебопекарном секторе. Министр сельского хозяйства Иоанн Пержу заверил, что страна обеспечена пшеницей до следующего урожая, который ожидается в июле. В Молдове с начала пандемии зарегистрировано почти 245 тысяч заболевших коронавирусом. Сегодня выявили 689. В больницах лежат 3024, из которых 282 в крайне тяжелом состоянии. При этом выросло число интубированных – 52. На дому лечатся больше 5,5 тысяч человек, еще около 17 тысяч – под наблюдением врачей. Между тем объявлены здоровыми 1197 человек. А вот проиграли борьбу с ковидом еще 27 пациентов. Иммунизация от ковида контрактников армии идет полным ходом. Вакцинируют всех, кто задействован на передовой, а также участников международных учений. И тех, кто учится за границей. Полковник Андрей Шрам, командир 2-й мотострелковой бригады Штефана Челмари, решил на собственном примере убедить своих коллег в том, что вакцинация – единственный способ спасти страну от вируса, унесшего тысячи жизней. Я лично желаю, чтобы я вакцинирую, чтобы дать мой пример эффективный эффектив, потому что это нужно. В результате, в том, что эффективный бригады, который подходит в мультиплии активности в университете, как и патрулировые, как и обеспечить правительство и поддержку Десятки военных не стали раздумывать и последовали примеру полковника. Они в один голос заявили, что надеются вернутся к нормальной жизни. В ходе вакцинации личного состава национальной армии серьезных побочных эффектов зарегистрирована не было. До сих пор было вакцинировано более 550 военнослужащих национальной армии, нанятых по контракту. Депутат Демпартии Людмила Гузун скончалась на 60-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Ее госпитализировали в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, но усилия врачей не помогли. Сегодняшнее заседание парламента началось с минуты молчания. Депутат Демпартии Людмила Гузун, фоспрощедент Район Луанген, о даме деосибито, форте активе. По этой стекали адущим синчери кондулиансы фамилии, даме депутат. Ва пропон, сцени мое минуте реколегия. Людмила Гузун родилась в селе Пырлица Лунгенского района. По профессии экономист. До парламентской деятельности с 2015 по 2019 годы Гузун была председателем Лунгенского района. По этому округу она и была избрана в законодательный орган. Россия внимательно следит за событиями в Молдове, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Зинаидой Гречанной. По ее словам, Москва настроена на тесное сотрудничество с Кишаевым по всем направлениям, по всему комплексу вопросов. Стороны обсудили аспекты двусторонних отношений и межпарламентской кооперации, а также отметили важность развития связей между регионами двух стран. Пандемия крайне негативно сказалась на трудовых мигрантах. Миллионы, оставшись без работы, лишались крыши над головой и не могли обеспечить ни себе, ни семьям куска хлеба. Даже те, кому повезло не впасть в крайнюю нищету, вынуждены во многом себя отказывать. Им сейчас нужна защита, и гарантировать ее могут законодатели всех стран, углубив сотрудничество в сфере соответствующих документов. Об этом заявила на открытии 52-й сессии межпарламентской ассамблеи СНГ спикер Зинаида Гречанной, которая ради участия в форуме отправилась в Санкт-Петербург. Зинаида Гречанной отметила, пандемия не щадила никого, но особо ощутимый удар нанесла по жизни и работе мигрантов во всех уголках земного шара. Ведь всегда сложнее, когда ты сталкиваешься с трудностями вдали от дома. Пандемия COVID-19, конечно же, оказала влияние на трудовую миграцию, на жизнь и деятельность миллионов трудовых мигрантов во всем мире. Перемещения между странами были ограничены, и трудовые мигранты оказались среди первых, кто лишился работы, особенно если речь идет о низкоквалифицированных работниках. Трудовые мигранты оказались в затруднительном положении еще из-за сложностей, связанных с возвращением домой. Нарушения в визовых режимах означают, что некоторые из них не могут устроиться на новую работу, вернуться на старое рабочее место или просто уехать домой. По словам главы законотворческого органа, если пандемия и спровоцированный ею экономический кризис не замедлятся, углубятся риски на мировом рынке труда, население станет более уязвимым, вырастет социальное неравенство. Власти Молдовы, понимая, как сильно зависит народ от перечислений из-за рубежа, пытаются амортизировать риски для социально уязвимых слоев общества, поддержать по мере возможностей. Мы сделали такие расчеты, что около 150 тысяч рабочих мигрантов вернутся в страну из-за глобального пандемического кризиса. Это составляет примерно 10% работающего населения Молдова и, соответственно, ожидается рост уровня безработицы. В этой ситуации, в первую очередь, следует укрепить механизмы социальной защиты семей, поддержать работодателей в применении творческих методов, чтобы избежать массовых увольнений, сохранить рабочие места, а также совершенствовать трудовое законодательство. По мнению Зинаида Гречаной, в это нелёгкое для всех время следует углубить международное сотрудничество в сфере разработки законодательных актов, направленных в том числе на защиту мигрантов. То, что было сделано в этой области в России, она считает образцовым. Крайней своевременной инициативой стал, к примеру, декабрьский указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о продлении до 15 июня срока временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России из-за пандемии коронавируса. Это уже четвёртое продление срока пребывания в России трудовых мигрантов. От имени сотен тысяч наших сограждан, трудящихся в Российской Федерации, благодарим российской власти за понимание и адекватное реагирование на угрозы пандемии в отношении наших трудовых мигрантов. Спикер также отметила, что трудовая миграция не остановится даже в условиях пандемического кризиса, и это требует адаптации к новым условиям. Поэтому председатель парламента высказалась за усиление мер по охране здоровья мигрантов. Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ проходит в Санкт-Петербурге. В нынешнем году Содружеству независимых государств исполняется 30 лет. Первые работы в ходе проекта «Уютный двор» начаты на Ботанике. Там обновляют территорию трёх многоквартирных домов по улице Пандуре-Лор-68. Планируется ремонт дорог, обустройство парковочных мест, спортивных, детских площадок и так далее. Власти говорят, что в конце лета у жильцов будет хорошо благоустроенный двор. Жители многоэтажек на улице Пандуре-Лор-68 говорят, что в течение многих лет работы по благоустройству территории не проводились. Учитывайте, что жильцов есть. Я думаю, что есть необходимые парковки для машин. Я живу в 1971 году. Надо ремонтировать эти тротуары, надо посадить заново деревья. Конечно, надо цветы посадить и сделать красивое. В 1961 году. Вы тут живете? Да, мы переехали, мне было пять лет. У нас было собрание общее жильцов трёх домов. И мы с большой надеждой ждём улучшения. Эта зона изменится полностью. Отремонтируют подъезды и дороги, обустроят парковочные места, фитнес-зону, детские площадки. Установят освещение, а также посадят деревья. Уже приступили к работам по расчистке участка. На Ботанике в общей сложности более чем 200 дворов, половина из которых нуждается в ремонте. Но есть особо сложные дворы, в которых уже, наверное, лет 20-25 не проводилось никаких ремонтных работ. И вот один из этих дворов – это как раз Пондурилор-68. На Ботанике по программе «Уютный двор» отремонтируют 17 таковых. Мы стараемся подходить именно комплексно для того, чтобы житель, выходя во двор, мог действительно чувствовать себя комфортно и уютно. Есть скидсы, есть все объёмы работы, уже запущены все лечитации. Отметим, что проект по модернизации столичных дворов осуществляется по инициативе депутатов фракции ПСРМ. На эти цели из госбюджета было выделено дополнительно 40 миллионов леев. Развалюхи, не способные завестись, часто остаются брошенными на обочинах столичных дорог. Мешают горожанам, занимают парковочные места, препятствуют свободному передвижению и уборке улицы. В мэрии на карандаше около ста таких. Бороться с ними у муниципальных властей, простите за тавтологию, власти не хватало. Так было раньше. Теперь же у притур есть необходимые полномочия и они собираются всерьёз заняться проблемой. Мы эти автомобили поднимаем не потому что нам этого хочется. Они препятствуют чистки самой дороги. Эта машина стоит годами на проезжей части. Мы все прекрасно помним и зимний период, когда машина проезжает и оставляет закопанную вот эту груду металла. Недовольны заброшенными автомобилями и водители, и пешеходы. Такие машины, как правило, находятся в неположенном месте и значительно затрудняют движение. К тому же портят вид столицы. Мало того, что мешают пешеходам нормально ходить, они мешают машинам проезжать. И такие машины, конечно, нужно убирать. Мешают и ходить, и ездить, и просто эстетично это выглядит ужасно совершенно. Поэтому, конечно, против, как любой горожанин. Эвакуация таких автомобилей – ответственность притур. Если водитель не идентифицирован, а его машина находится в неположенном месте, её незамедлительно эвакуируют сотрудники муниципальных служб. Опомнившийся хозяин, конечно, может её вернуть. Но придётся и побегать, и потратиться. Все автомобили, которые сегодня брошены, припаркованные вдоль дороги, на зелёных зонах, эти автомобили будут эвакуированы и перенесены на платные парковки, либо это будут штрафплощадки. Человек может найти свой автомобиль, забрать его после того, как он заплатит штраф и нахождение своего автомобиля на этой парковке. С начала года только на Рыжкановке эвакуировали 10 автомобилей. На следующей неделе в Кишинёве будет эвакуировано ещё около 5 машин-призраков. Стоимость содержания машины на парковке варьируется от 20 до 50 леев в сутки. На столичных рынках появилась рассада. Фермеры продают помидоры, огурцы, болгарский перец, капусту и другие овощи, которые можно сажать как в теплицах, так и в огородах. Продавцы говорят, что цены не изменились, хотя расходы увеличились. Покупатели говорят, что уже подготовили теплицы. Цена на саженцы в этом году не изменилась. Продавцы ждут наплыва покупателей с потеплением. Рыжкановка эвакуировали 10 леев, но у нас были 10 леев, но у нас были 10 леев, но у нас были 10 леев, но мы не знаем. Расады для дубасарей веки, рыжкан, капусты, все, что говорят на теплицах. Некоторые покупатели ушли с рынка не только с рассадой, но и с виноградными черенками. Рыжкановка эвакуировали 10 леев. Рассада помидоров или огурцов стоит до 10 леев. Болгарского перца, мясистого красного баклажана и капусты по 5. Виноградные черенки от 15 до 25 леев в зависимости от сорта. На сегодня все. С нашими новостями можно также ознакомиться в соцсетях. В заключении, как обычно, просим вас внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Надевайте защитные маски, соблюдайте социальную дистанцию. По возможности выходите из дому только по мере необходимости. Увидимся в понедельник в 3. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова